Если на душе скребут кошки, выпейте валерианы, они это любят. Безделье доставляет удовольствие только тогда, когда у тебя куча неотложных дел. Бездарности, как сорняки, такие же наглые, крепкие и частые, и также заслоняют солнце талантом. Он не поднялся, он всплыл. Такие всегда всплывают. Как бы плохо не играли в этом сезоне, в следующем обязательно найдется кто-нибудь, кто сыграет еще хуже. У нас режиссеры научились читать в пьесах между строк то, о чем автор и не подозревал. Когда мужчина твердит, что он в доме хозяин, не обвиняйтесь счастливца во лжи. Может он просто не женат? Актеру, которому не дает прохода девушка. Чтобы отвязаться от назойливой поклонницы, просто скажите ей, что она похожа на свою подругу. А если не поможет, тогда скажите, что похоже на меня. Раньше в театре была окружена творцами, а сейчас натворившими. Фаина Георгиевна, где вы храните свои сбережения? В мечтах, голубчик. Скорость жизни у всех одна, 60 минут в час. Только эти минуты такие разные у разных людей. Чтобы стать видным деятелем культуры, нужно стараться не высовываться, идти в ногу с нужными людьми и наступать на ноги тем, кто может обогнать. Что вы пишете, Фаина Георгиевна? Что это за список? Чтобы не забыть кого-то поздравить с праздником? Нет. Меня укусила собака. Врач сказал, что возможно бешенство. Составляю список тех, кого нужно успеть укусить, пока жива. Если обязать врачей хранить умерших больных за их счет, кладбище опустеют. Знаете, руку протягивать не только за подаянием или помощью, но и чтобы вцепиться в горло. Раневская по телефону советует знакомой. У нас скоро премьера. Не приходите, не пожалеете. Все верно. Чтобы получить признание, нужно умереть. Только что потом с этим признанием делать? Почевать на лаврах. Это мог придумать только тот, кто не держал в руках лавровый венок. Сухой лавровый лист страшно колючий. Сухой лавровый лист. 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 Продолжение следует...